Российские паралимпийцы не смогли выступить на главных стартах в Рио, но их продолжительная и упорная подготовка не пропала даром. Более 20 гонщиков из 10 регионов страны показали по-настоящему олимпийские результаты на Омском велотреке в рамках чемпионата России по велоспорту на треке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Третий год мы уже проводим на этом велотреке чемпионат России по треку. Я уже несколько раз говорила, что это трек европейского уровня. Если бы не надписи на русском, невозможно понять, где ты находишься в России или где-то за границей. Очень современное, хорошее спортивное сооружение, очень хорошее покрытие. Поэтому нам тут очень нравится. В этом году в новом формате проводится чемпионат России, где объединили классы, так же, как это делают на международных, на паралимпийских играх с учетом класса. Увеличилась конкуренция в классах, поэтому очень такие в этот раз зрелищные, захватывающие были соревнования. Мастера спорта и международники, чемпионы и призеры всероссийских состязаний, а также кубков и чемпионатов мира сразились в гонке на время и индивидуальной гонке преследования. Все вилогонщики сумели подтвердить высокий класс, пополнив свою призовую копилку множеством медалей. По четыре награды высшего достоинства завоевали москвич Алексей Обыдинов и представители Республики Удмуртия Сергей Пудов. По две Елена Галкина из Москвы и спортсмен от Калининградской области Арслан Гельмуддинов. Чемпионами страны также стали Сергей Батуков из Самарской и Анна Тихонова из Новгородской области. Очень прекрасный трек построили, нам нравится, тем более результаты здесь показывают вообще прекрасный. И трек накатистый. На тысячу метров у меня уже давно не было золота в треке, хотя все остальные старты я всегда выигрываю в России. В прошлый год результат на один километр был у меня хуже, а в этом году результат на один километр тысячу метров у меня улучшился на две секунды почти. Это связано с тем, что, конечно же, мы готовились к паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро, и работа была проделана очень большая за эти несколько лет. Это начиная с Лондона, с 2012 года, да, получается. Четыре года мы готовились к этим стартам в Рио. Для меня большая дистанция была тяжело, очень, но до конца боролась. Меня бодрили мои друзья, тренера, подтолкнули. И как бы я их слышала и больше стремилась к победе. Хорошее впечатление. Дальше буду добиваться дальше, идти дальше. На чемпионат мира и на Олимпиаду хочу. Столь высокие результаты, показанные на омской земле, позволили гонщикам не только, что называется, выплеснуть форму, но и получить пропуск на соревнования мирового уровня. Отметим, что в этом году помимо основных дисциплин в тестовом режиме в рамках чемпионата провели заезды в командном спринте и групповой гонке с крэтч. Для чемпионатов России это пока новшество, а вот на чемпионатах и Кубках мира они давно включены в основную программу. Именно поэтому проведенный чемпионат стал еще и отличной тренировкой перед мировыми испытаниями.